здравствуйте мои дорогие как осенью сегодня воскресенье у нас 15 15 июля нет 16 16 июля воскресенье 9 часов вечера я от каша пообщалась своей дочери покормила детей сына среднего и дочору сижу пьем а ты сижу пьем а ты и хочу поделиться что же многое произошло из последнего во-первых посадили митрополита павла он не просто митрополит это в киеве я говорю за киевскую лавру он не просто им ипполит он не ипполит он на митрополит и и ганьба те в людям которые говорят а вот про мерседес и так далее просто им ганьба и смотрите потому что бог поругаем не бывает и чтобы это не легло на ваших детей на ваших внуков и так далее потому что наблюдая за всей ситуацию вот моей жизненной например ситуации дело в том что у меня столько событий произошло и я не желала вот тем всем людям зла как-то вот я чувствовала что нужно золотого правила библии придерживаться не желая людям того чего бы ты делай людям то чтобы ты хотела чтобы тебе люди делали и не мстите а в том плане это я уже потом поняла когда вот библию стала читать вот не мстите а отдайте вот это все в мои руки я совсем недавно помолилась и говорю господи и вот я тебе я жалуюсь вот в небесную канцелярию и это буквально вот там я в среду помолилась таким образом и в пятницу мой бывший муж объявился звонил вот буквально там через два лет через три дня и и а я последний раз он не выделил в 2016 году пять минут поговорить и он же меня чуть по тюрьму не поставил и это дело также вот и висит и страшное страшное она не дело но вот страшно то что страшно то что я находилась вот по такой гильотиной все время проживаю в одессе на украине и страшно то что до сих пор мой старший сын еще ничего не понял я вам в прошлом году вот рассказала что я могла бы попасть в тюрьму но он впечатление еще не понял это сложно понять в принципе я понимаю похоже моя невестушка валюша еще ничего не поняла они кажется вообще не понимаю что такое в тюрьму попасть а что такое что там делают что там за иерархии и над кем там и как издеваются и за батюшку из епископа митрополита павла я павлова а у него диабет на дело не только вот в диабете а естественно в этом тоже целый месяц представляете находиться в заключении находиться в заключении где находятся люди где могут которые могут просто убить и и поиздеваться поиздеваться жутко и смотрите если вспомним саакашвили когда он же был мэром одессы а до этого когда он был президентом грузии правильно и вот когда там был переворот и так далее и вот такая вот у него была пачка и что там творилось что там творилось как-то преследовали мужчин грузин и что для них была самая жуткая будет насилия физическая говорю как петухи и я видела видео не только видела но это еще давно было документальные как мужчины вот говорили какие там издевательства были и так далее и запытки запытки в тюрьмах также я много читала вот за пытки когда во время афганской войны когда наши ребята попадали вот за те пытки почему много читала потому что мои сверстники были в афганистане это еще началось моих сверх еще началось с этого с возраста моего дяди который меня на 10 лет старше и вот эти вот все 10 лет и мой сосед снизу там делают на проспекте шевченко 15-6 я жила только у меня была квартира 5 вот он проживал с бабушкой с сестрой старшей подо мной тоже двухкомнатная квартира была и их и бабушка воспитывала и его старшая сестра она умерла в десятом классе от рака головного мозга а женя его забрали на в афганистан и он там получил контузию и когда вот он пришел в общем они он и там его друзья они лечились в детском госпитале на пироговской прям напротив дома офицеров и я со своей тоже вот с маринкой модель с которой мы жили во дворе вместе вот шести лет и мы пошли и проведали его и впечатление вот он просто проведали и вот мы видели те восхищенные глаза нам было сколько лет там 18 19 я имею ввиду ребята которые вот в госпитале все перевязаны и были ему что-то там привезли какие-то фрукты я не помню вообще что мы там уже не привезли вот вы мы там пообщались в общем две такие вот два таких ангелочка и я думаю очень было приятно и другим ребятам было приятно что соседки вот проведали так теперь запленных запленных в афганистане есть очень много всяких рассказов и так далее теперь будут за епископа за митрополита павла конечно я в шоке я в шоке еще вот от того ужаса которого вот господь меня уберег те вот эти вот все 20 лет которые я могла имея одного артура просто вот пришли позвонили в дверь и забрали меня вы как того главного бухгалтера который я подписала те документы когда мне бывший муж просто просто сказал доверься подпиши пустые бланки моим друзьям вот тем двум друзьям также она вот все висит я показала только с моей второй работы первая работа моя была облпотребсоюз а вот вторая работа считайте это ковриги и там нас было четверо двое ковриг это муж и жена муж уже на том свете просто потрясающе потрясающе я узнаю вот такой вот шокирующая получилось потому что как только в 2004 там мы приехали сортов чекам с аргентиной вот когда я сбежала и мне таки удалось сбежать и в 2000 кажется забыла с 2004-2005 ну вот в такое вот или нет с 2005 на 2006 потому что я работу нашла в 2005 году первую мою летнюю я с мальчиком работала все лето потом его мама предложила мне одну аферу она сказала ты уволься уволься своей фирме натали скажи что ты от них уходишь а я тебя здесь вот нелегально приму и я отказалась я не захотела но 2 вот женщина которая верующая почему я так говорю это та которая меня привела вот в ту протестантскую церковь это женщина которую я взяла себе квартиранткой ведь я видела смотрите я и языкель языки третья я сейчас язык или читаю и я просто в удивлении в изумлении и это как параллель асапокалипсисом вот откровение иоанна богослова его английском называют не просто теология а еще и диванин удивительный диван так вот третья глава 18 19 20 и 21 когда я скажу беззаконнику смерти умрешь а ты не будешь вразумлять его и говорить что в остеречь беззаконник а от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконье тот умрет в беззаконии своем и я большой буквы за ищу кровь его от рук твоих двенадцатый но если ты вразумлял беззаконника а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути 1 то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. 20. И если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. 21. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И 27. А когда я буду говорить с тобою, когда открою уста твои, потому что, о, 26, 26, я сколько говорила, что я все это, и сегодня еще говорила. Сколько я видела вот всю эту неправду, что моя мать делала, и другие делали, но я вот как говорить не могла, вот я не знала, как отреагировать, как правильно сказать. Мои уста как будто вот закрыты были, как будто парализованы. Я еще тут, когда у Наташки в Риге, которая, Татьяна, на первом ее дне рождения, когда она праздновала, ей было 25 лет, и она придумала праздновать на корабле, и там она снимала видео, и вот подходила ко всем столикам, а я с Генкой была. Это еще не, они еще не спали, это я еще вот 20 лет, 20 лет мне там было, и, или 21, в общем, он там очень много говорил, а я и слова не могла сказать. Вот там есть это видео, есть, я там ни слова не могла сказать. Вот язык твой я прилеплю гортани твоей, и ты анимеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А теперь 27. А когда я буду говорить с тобой, тогда открой и уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог, кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. К чему я говорю все это? Сейчас идет, вот возьмем, ПЦУ и УПЦ. ПЦУ, вот это вот Порошенковская новая церковь. Сейчас идет, погибает огромное множество ребят на той территории, и проводится отпевание, и отпевание. Вот похороны проводятся. И что происходит с матерями? Матери, которые отпевали в ПЦУ, им, дети их снятся. Понимаете, что такое снятся? Вот как мне. Вот бабушка приснилась, бабушка приснилась, но смотрите, я была, я себя вообще к православным не относила. У меня есть знакомый, который придерживался вот православных этих вот традиций всего. И когда он, он был женат с первой женщиной, и они были, эти вот, венчаны. Потом он, значит, с ней развелся, но там не было привины и прелюбодеяния. И я его спросила, а ты развенчался? Он говорит, да, я развенчался. То есть он развенчался. Потом у него умирает мама. И он говорит, что она ему как-то приснилась, и вот стала вот сниться, и он пошел к священнику, и они там провели какой-то молебен, все, вот, церковь вам помолилась, и все, она перестала ему вот сниться, то есть успокоилась. Вот я к этому. Теперь моя мать, у нее часто, да, когда умерла уже моя бабушка, она умерла в 2004 году, причем загадочно умерла. Я когда узнала о ее смерти, вы представляете, я в Аргентине получаю каждые 2-3 недели письма от матери из Одессы. Вот, я ее оставила в 3-комнатной квартире, и она получала свою пенсию, она получала у бабушки была пенсию, у Сережи была пенсия, и она, у нее были ученики, вот, ученики английского языка, причем жила она в 3-комнатной квартире со всеми удобствами в одном квартале от привоза, в одном квартале. То есть на этой, вот, на Советской Армии это, это какая-то, Преображенска, представляете, Преображенска в одном квартале от привоза. То есть ты выходишь в 5-6 часов, и ты покупаешь продукты задаром, просто задаром. Причем там квартира с балконом двухэтажным, и вот лестница, бабушка вверх-вниз ходила, она разминала себе ноги, она делала себе зарядку, она была последние годы слепа, но она все делала в доме, абсолютно все. То есть она знала, где что лежит, вот, когда переехали, они, она на Таирово прекрасно общалась, я имею в виду, у нее там подружки были, там была трехкомнатная, еще лучше квартира была, чем вот, там ей было еще интереснее, там у нее подружки были, она выходила на улицу, с подружками сидела. Но мать из этого, она вот так дралась с отчимом, просто дралась, там у них чуть ли не до поножовщины доходила, и вы знаете, что я жалею, вот если бы я вернула, я бы вызвала на мать психушку тогда, вот, вот тогда, когда она, я говорю на полном серьезе, вот на Таирово, на Таирово, и дальше бы, потому что отчиму можно было больше доверить, допустим, бабушку, вот, и я бы присматривала, то есть это была, в принципе, не проблема, потому что я там близко жила, то есть это у меня всю мать вот это вот колотило, но когда она уже развелась и выдрала ту квартиру, и трехкомнатная квартира возле привоза, она была вообще без ремонта, и я сделала тот ремонт, я сделала абсолютно там все удобства, то есть бабушка абсолютно была нормальна, когда, ну, ей было удобно, в девяносто восьмом году, когда я уехала, у меня же мать угрыжала, она меня еще угрыжала, она меня еще угрыжала, когда она еще на Таирово жила, вот у нее шиза пошла, когда она еще на Таирово жила, и когда я еще на Таирово жила, вот, с Сашкой, потому что документы, вот это все, это длилось где-то, наверное, годы, вот в таком плане жена женщина там вообще с этим вот и а к чему я говорю и и и и и значит когда бабушка умерла при загадочных обстоятельствах 2004 году и мне раз бабушка приснилась и я матери сказала почему это нам не говори что дело в голову в голове нет не было в голове у нее было там по-женски вот эти вот вот эти вот вот теперь за сны я-то была человек не православный и когда мать уже уехала сибирь вот все продала потом когда она осталась вообще без копейки денег вернее она вначале привязать через полгода сережу бросила и уехала обратно туда и больше года было там я писала слушай у тебя сына ты вот я не могу из-за сына моим смотреть маленьким из-за твои потому что он лежит в психиатрической больнице вот и когда она соизволила вернуться и я опустила и приютила его сюда в квартире смотрите что получилось ей стало снится бабушка вот она тогда еще не принимала всего таблетки я говорю за таблетки то есть она и часто снилась бабушка но она бегала в церковь православную и и там говорили не обращайте внимание но она никогда не а ходила не отпевала нет вот ничего этого она не делала она просто говорила почему объясните мне этот сон почему она мне будет снится почему это нам не снится но она никакие службы не заказывал и когда она думала сережу сгубить и в 2016 году из-за своей секты она что говорит а хватит ему мучиться вот она так говорила с 2016 года она уже говорила хватит ему мучиться он учился ему пора идти на тот свет вот и я еще не вызвала психушку не не доперла что она вообще психбольная и теперь смотрите когда мой отчим а он предотвратил притворился этим вот мертвое в каком году где-то в 2007 мой отчим притворился мертвым у нас сейчас 23 и смотрите я когда перешла в православие то есть я первые годы первые десять лет я сама молилась ну ну как моли молилась сама то есть когда я еще протестантка была а потом я перешла выслушайте я перешла в православие когда первое что я сделала я когда покрестила дженнифер о свое в одессе и я поговорила с батюшкой я объяснила эту ситуацию с батюшкой михаилом в той церкви людмила владимир и людмила на авранцузском бульваре прямо напротив эту вот института филатова я вам объяснила и говорю потому что мне за очень а тоже сон приснился мне же приснилось что это вот что я уже я вас время искала его искала и всегда даже винила что вот пропал и все неизвестно куда сгинул и снился мне сон что типа его тело разодрали собаки в аркаде вставляете и в общем я вот молебен заказала службу вот эту я не знаю как она называется заупокойная линия 20 минут я находилась там живут в том в той церкви и когда батюшка молился с этими углями что-то стало происходить они просто стали разрываться то есть я чувствовала три второй раз озвучивая чувствовала что что-то знаете вот и и потом я говорю батюшке михаилу что-то не так он говорит он молодой парень молодой он женатый был священник кажется детей еще не было он молодой он говорит там типа может уголь сырой в таком плане а я же чувствую что что-то не так а потом оказалось же то есть мы считаете провели молебен по живому человеку ну как коротко потому что он спросил а сколько тому было лет я сказала и это вот и не было уже спрятался вот это подруга моей мамы ближайшая ближайшая подруга которая работала секретарем в суде и дети которые ее сын вот этот вот громов он майор где-то там но он не милиции а при железной дороге курила майор который кинул меня и дочка ее она судья в одессе в настоящем там вот у суде так вот это мама это мама это клавдия она громова наш по мужу громова муж у неё погиб в этой автомобильной катастрофе она дважды вдова потом такая ситуация была я же его не знаю он в машину и люди были в машине все машина перевернулась он весь такой спортсмен там все такое но это лишнее качество понятия не имею что там было и как там было все машина перевернуть перевернулась он один погиб ударился головой потом она второй раз вышел замуж за военного и он тоже умер я увидела у них общих детей нету он там помогал мне уже было кажется трехкомнатная квартира это и рок все узнать потому что на то и рвана тоже в этом жила и она очень но она знает и моего отца знать предполагаемого отца то есть она находилась вот с моей матерью именно вот в том ресторане в гостинице красная когда она она была с моей матерью вот они там что-то бухали все эти подружки в молодости по ресторанам в красном и они что делали ресторане красная в гостинице красная что они вдвоем делали прикиньте я никогда нету вот не не ходила еще есть подружка еще в ресторан еще и в одессе нормально кем там наши мамы были но это дело дело десятое дело не в этом дело не в этом а дело вот в покаянии и зачем других делать идиотами так вот они познакомились с этими вот своими папаши папашу потому что так не мать время вот так называла или юриком или папаши и он тоже самое он с отцом даже никогда не называл и не считает он создать юриком и там еще был какой-то парень вот и вот там вот познакомились и а шо вот эти вот клавы свали делали ничего себе такие вы конечно извините мне 18 лет было я в областной организации работала но я себе такого позволить не могла моя мама у меня просто никогда в голове не было просто всегда говорила как она бедная несчастная как она бедная несчастная да никак она не бедная несчастная это я унитаз замыла моя мама унитаза не мыла вот мне же мой сынули оставший вот на днях когда я там везла жену его них же машина полностью накрылась у них как проклятие за проклятием как только вот появилась вот эта рамазанша у них проклятие за проклятием 1 арту работу потерял я вообще не представляю как можно работу потерять еще и такую работу а это рамазанша она же объявилась у меня на странице на этом вот на сайте где-то полгода назад и писала а значит какой артур у меня отбил простите ты и слова я так не считаю и а у нее такой классный этот вот сын но она заняла мое место заняла мое место вот там в аргентине теперь она что-то у нее скребет вот в одном месте я говорю сперма в уши это вот бьет и в глаза наверно в том плане что уже переполнена и от если они там причащаются вот она же живет в блуде нас не имеет права причащаться я вообще не врубился с кем я разговаривала не шлюхи эти вот шлюхи указывают как и что мне делать теперь меня шлюха а значит угрожает тюрьмой вот она даже не врубилась что когда я выходила замуж за стивена когда мы перед тем как мы обручились а я на все рассказала у меня привычка такая понимаете у кого-то в баню ходить вот традиция а у меня все рассказывать вполне возможно когда я первому этому вот летчику рассказала что у меня очень а на карабаса работает а что мне скрывать а что он не скрывать я не могу скрыть потому что она все равно потом выплывет что у меня мать значит у нее ему предполагаемый отец ее поймал когда мне было 6 лет во первых что меня бросили когда в два года двух до трех я жила в самарканде потом я полгода это же я все это знаю полгода я гусей посла неизвестно где в какой-то там деревне под одессой под одессой потом я с трех с половиной до шести в террас полежала если меня там оставили так бы я вот и прекрасно бы себе знаете вот там бы и жила смотрите я несколько раз уже вот последнее время употребила слово мухосранск мухосранск а я его употребила когда говорила про кавригу вот про ивановку это слово не моё я бы где-то там слышала почему я его стала употреблять вы знаете она мне понравилось в том плане что дело не вместе мухосранске а те кто вот живет и считает то место мухосранском дело в том что каврига вот жила в ивановке и считала она мечтала переехать в одессу и стать одесситкой она считала ивановку мухосранск мухосранство вот мухосран мухосранство моя мать предполагаемая она переехала из одессы в тирасполь и все время говорила что это дыра что это мухосранск а я говорю что то место куда она вот где она меня держала и где я тоже там не было не туалета в туалет был на улице то был мухосранск потому что она мне не собаку там не купила и вообще не интересно она мне платье не сшила просто ничего она просто вот знаете ее это не интересовало вот она пошла устроилась детский сад и было удобно потому что там ее кормили и меня кормили и я была не у неё вот в группе а вообще там соседней группе это что надо мной там издевались вот с тем молоком которые назад начнут сидела с утра вот если была манная каша все мои друзья не приходили таки а с утра до обеда уже дети приходили с этого вот а я сидела вот на тарелка вот так вот потому что меня вот выворачивала я надо надо мной издевалась я к тому что я то место мухосранском не считала я очень люблю вспоминать тирасполь я очень люблю вспоминать своих друзей я очень жалею что моя родная мать не мой отец они меня там обманывали они меня обманывали знаете как им государство помогала вверх там была еще ночная группа вот они меня оставляли в ночную группу и причем говорили мы пойдем в кино а мы тебя заберем и не приходили вот они не приходили они меня там просто забывали просто они обманывали вернее вот там обманывали они меня просто потеряли в троллейбусе в террасполь просто и вообще не напрягались значит троллейбус без был переполненный они вышли и забыли меня я уехала в переполненном троллейбусе вы думаете они бросили в догонку потому что я потом спросила предполагаемого отца я говорю а как вы подействовали вот что мы стояли себе на остановке то вот и ждали другой троллейбус когда подойдет вы представляете они не бросились ни машину останавливать ничего я себе тут просто поехала а затем вот водители сделали они меня высадили на следующей остановке насколько вот я помню меня просто высадили оставили просто ребенка просто стоять на это будет на остановку вообще вы представляете это мне было наверно года 4 а 1 мой вот когда мне в год они меня просто потеряли в самолете начать они полетели же в москву которая 300 лет не нужно было потому что моя матери стукнула в голову проведать вообще пройти поехать познакомиться с родителями о предполагаемого отца которые жили в сталицы то есть они меня взяли годовалого ребенка и потащили в самолет есть сразу там стало плохо если пошла гулять а это вот они потеряли просто просто мама там сидела хвате рвала а папа ее утешал махайте на меня махайте а я все пошла я пошла никто не заметил и меня нашла вот в самолете меня нашла это стюардесса а если бы дернула я по головой ударилась это никого не волнует и стюардесса какая-то меня вот мне пугут мне пугут я уж ходила я уже ходила мне был год сергей саша чей ребенок говорит чей ребенок чей ребенок нормально тогда у меня родители и предполагаемые а потом вот эта фотография год и семь год и семь рукой моя мама написано оксанки оксанки не оксаночка оксанки год и семь и я вам таком страшном этом вот такое страшно и лысо полностью лысо я говорю когда спросила предполагаемого отца зачем вы меня обрели угрита все в брели шутя волосы были а это вот тебя три волосины уносите было представляете сейчас взять вот сейчас и год и шесть месяцев год и семь почти матису все возьмите его обрите а это мать и валюша сказала когда я сказал а это нормально давайте я возьму матиса и сейчас его побрею я посмотрю на на валентину она сказала что это вообще нормально посмотрим какой будет это вот стресс но я же не садистка а моей мать и отец они садисты они садисты над ребенка и они меня все время делали виноватой так вот к чего я начала 33 минуты она и желаю с того что вот тем мама у которых а которые погибли у них их сыночки и которые отпели в пцио которые не думали а какая разница пусть на украинском отпевают а со святыми чё делать будете у меня например вот я спросила валюшу как у тебя там вот откуда ты родом как у вас там церкви и она говорит вдруг те которые московские церкви значит а проблема а те которые не московские у них не проблема как с этой будете делить моя святая ксения петербургская как делить будете а матронушку вы чё и вы чего все скажете матрошка ты не моя святая а я вам скажу больше протестанты они вообще к святым никакого отношения они вообще от них отказываются а вчера мне невестушка написала просто пресвятую богородицу марии и вытачки кого-то рида с вашего ты чё офигела мне надо будет почитать что она мне писала но это на марии у меня есть вообще представляете пресвятой богородицы и это это в голове вообще не укладывается что сейчас творится вот эти вот 20 лет вообще ведь тех этих вот а кто засадил кто были прокурором возраста и епископа митрополита он митрополит павло павел и все кто языком своим поганым называют какой-то mercedes не mercedes а вы праве на чем ездит а какая разница а я писала обратим вот в душа в районе тоже не на автобусе ездить а грачу он не на автобусе ездят эти вот все кто прилепливает ярлыки как мне это рамазанша написала тебя там вся аргентина знает как рокси пасе не вообще рокси один только придурок называл вот этого то я сказала у которого я свою же еду воровала там же целая история длиннючая история длиннючая какая рокси роксана у них языки не просто не поворачиваются они не могли оксана выговорить так я я им говорила роксана роксана они все эти вот а рокси и вот этот придурок вот тут вот конкретный хасы итальянец вот тут хозяин того ресторана того и поле то он был единственный который вот это вот называл рокси вообще знаете я подумала а теперь я буду смотреть кому позволять вообще это шо я тебе шо бабушка и тебе шо подружка какая рокси роксана и это пришлёпнутая на год меня младше она для меня малявка для меня все кто были на год младше они малы а сейчас вообще перевернулась вот валюша который 22 года она мне командует она мне рассказывает как не жить я написала у меня там целое то вот вчера мне вот такая вот переписка вот такая вот с ней переписка с моей валю не у меня это продолжается три года три года вот это игрок у тебя говорю позорище к там тем кто тебя воспитывал меня прекрасно воспитывали кто сказал что мухосранске может быть это вот и нормально так теперь послушайте почему мухосранск я ничего против того места не имею они когда приехали когда я пришла к ним в церковь в этот когда они меня пригласили вот тут вот церковь которая протестантска я там увидела мухосранске я увидела мухи закакали все окна они там что-то пели вот это вот сидели вот этот в это валюшина мама которая меня вот на 10 лет младше вот так вот вот так вот сидела улыбалась смеялась вот это вот выделывала как будто у нее я не знаю как будто у нее знаете вот в одном месте я не знаю как как шила я сидела вот и наблюдала посмотрела закаканные окна вот это вот на ихнюю комната вот где которую общались перед ну что меня допустили они там кофе пили вот это никакой молитвы не было ничего пришли вообще никто ничего не помнит что пастор говорю вообще не помню когда я говорила тоже вообще никто ничего не помнит вообще не помнит артур вообще выскочил вообще не понимаю почему он считает ну почему считать я имею ввиду такое неуважительное отношение вот откуда это у него откуда от ирблюда без аппарата мне кажется прекратить вот в таком плане потому что для меня он он сынуля любимый не и дал для него я ангел который если бы год я бы вы не обмывала его какашки простите и потому что какашки его никто мне не хотел обмывать его никто не моя мама не умочен никто мне не предложил а какашки обмывать его вообще никогда будет за 31 год не появился за первые за первые 10 дней вот приперлась а его любовница вот который я впервые от 14 июля у них у обоих день рождения 14 июля я впервые в этом году она же меня на странице как бы в друзьях вот это вот которая наталья коврига но она татьяна коврига в реальности и там у нее очень день рождения и все там поздравляют и я впервые ей накатала все что я думаю что она оставила моего сына без отца и когда я умирала 31 год назад она в это время пихалась на корабле с моим значит с папой моего сына и если бы бог меня назад не вернул в тело то так бы оно и было вот так вот и я написала что своего убила моего это вот оставила без отца да и стыд и позор написала стыд и позор а вот тот мужик который был ее мужем по национальности еврей теперь послушайте я ничего не имею против евреев ничего я имею против конкретных евреев против конкретных вот этот уже перешел конкретные евреи евгений коврига уже перешел на тот свет теперь смотрите а за вот она она явилась ко мне в дом здесь вот сюда в америке штатах и говорила как вот ей было плохо вот когда женя вдруг лег вот он при ней умер вот у него там то ли сердце то ли еще что-то схватило а самое интересное я с артуром приехала они нас пригласили на 60-летие я пошла думая что я там увижу гену вот один и другие принципы в принципе в принципе когда он грохнул ее машину вот ее он же продался за машину я жму честно сказала вот когда он приехал так сказать жениться я ему говорю ну ты путана вот я так говорю проститутка в штанах и он тогда у меня вот как шандерахнул вот по голове мне сынок говорит вот и там такая вот и там спала с этого игра тебя это как касается игру я спала когда мне было 20 лет а ты родился когда 23 как это я тебе не ангел да у меня вон справка есть что мне вообще рожать нельзя что у меня аниме с детства и вообще как это я тебе не ангел ты чё совсем попух у меня вон вторая справка ешь у меня это приближание по цене приближание плацента вначале была отслойка парабазальные клетки это отслойка плаценты значит и идти чистится то есть у меня даже разрешение врачи есть как это я тебе не это вот не ангел погоди погоди а кто я тебе кто я тебе вот все вот вот эти вот оскорбления что я хочу чтобы он запомнил я вижу что он за 31 год он понятия не имеет вот полной картины вот того чуда что он вообще на поэтому с поэтому по этой земле ходит ходит вот по этой земле у него есть отдельные пазлы сейчас он рассказал вот у него всплыла одна одна часть вот как он разрезал руку но еще до этого за несколько месяцев до этого было как он хотел перерезал высоковольтный провод как у это тоже высотого было как он там упал и пришлось его вести на рентген потому что думали рука сломана как потом через значит в 2005 году него варикоцели был вот это вот жучайшая сложнейшая операция и вся вот эта картина они потом сидя него как у него искривление позвоночника пыла аж и нужна была ли операция ли корсет и как я вот как мне бы господь помог привет моя красотка как мне господь помог все это сейчас я поставлю на этот вот потом продолжу